сегодня в скринрант рассмотрим потрясающее исполнение фейдрата остином батлером в дюне часть 2 батлер оживляет персонажа внушая страх садистский ремянник барона фейдрата излучает злую натуру определяемую его амбициями и жестокостью батлер мастерский привносит в каждую сцену сущность злодея вписывая фейдрата в историю кино вот тут дела принимают интересный поворот актер день и вильнеф вводит тонкий но значимый поворот в прошлое фейдрата выявляя ранее нераскрытый аспект вильнеф открывает что фейдрата виновен в смерти своей матери добавляя страшный новый слой к его личности это откровение утолщает представление о фейдрата изображая его поглощенным тьмой и без моральных ограничений стоит признать артистизм день и вильнефа через режиссуру он пробуждает фейдрату вильнеф мастерски создает кинематографический опыт погружающий зрителей в мир дюны от пустынных пейзажей до интерьеров дома харконнам кадры подчеркивают зловещую природу фейдраты вспоминая прошлое изображение фейдраты особенность тинга в адаптации 84 понятно что дюна 2 это эволюция предыдущее изображение могли не раскрыть сущности злодейства фейдраты но мастерская игра остина батлера и дальновидная режиссура вильнефа это исправили и вернули персонажу его законное место среди героев научной фантастики ангонисты в новой главе дюна фейдрата становится все поглощающим символом тьмы оставив след в истории кино в юне часть 2 ясно что фейдрата олицетворение злодейства во всем его многообразии за счет остина батлера и режиссера вильного фейдрата в пантеоне культовых злодеев оставив наследие хранящиеся годами спасибо что вы с нами на screen rent приятного просмотра